друзья всех приветствую на торговой сессии вторника мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш youtube канала маркет составляйте ваши вопросы в сексе с комментариями и конечно же не забывайте ставите лайки также напоминаю что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный telegram на маркет с торговыми идеями в котором каждый день мы постим размещаем дополнительный аналитический контент вам помощь ну что ж в начале нового года мы продолжаем следить за основными тенденциями которые складываются на рынке форекс на рынке фондовых активов и криптовалют тоже на рынке форекс нас особенно интересует индекс доллара также пара доллар и и в частности у паре доллар иена мы сейчас наблюдаем развитие того самого медвежьего ралли которое на мой взгляд было крайне предсказуемым и я неоднократно делал акцент на то что после того как банк японии скорректировал однозначно подход к контролю куревой доходности пересмотрел допустимый коридор для доходности национальных облигаций их колебаний японская валюта получила значительный триггер для роста против всех конкурентов и доллара тоже и за последние три недели если немножко округлить конечно же пара доллар иена просела уже почти на 1000 пунктов и даже при развитии такого мощного нисходящего тренда я по-прежнему уверен то что эта пара сохраняет потенциал для дальнейшего снижения и мы его еще друзья можем использовать индекс американской валюты 103 38 конечно же здесь не последовало того роста который хотелось бы увидеть с учетом фундаментального фона но еще рано ставит крест на американской валюте эта неделя насыщена на значимые фундаментальные события во-первых завтра будут протоколы последнего заседания американского регулятора и под конец недели выйдет отчет по американскому рынку труда нонфарм перлс протоколы само заседание нонфарма и отчет по инфляции вот пожалуй 4 столпа на которых выстраиваться вообще мнение о том что происходит с американской экономикой и события отчета на основании которых мог можно спрогнозировать дальнейшее действие регулятора по изменению ключевой процентной ставки напомню что протоколы по сути будут отражением и повторением того что мы уже услышали от федрезерва по итогам декабрьского заседания если друзья нужны дополнительные акценты на отдельные тезисы джерома паула руководителя федрезерва то я повторю что по его мнению и по мнению всего американского регулятора разумеется ключевая ставка в сша еще не достигла ограничительного уровня при котором она действительно могла бы оказывать серьезный охлаждающий эффект на на данные по инфляции и с этим трудно поспорить учитывая то что ставка выросла серьезно с полутора процентов до четырех с половиной но инфляция остается практически втрое выше чем целевой ориентир американского регулятора поэтому по версии паула она должна россии дальше как вы помните были обозначены даже конкретные цифры планы прогнозы того что и нужно повысить еще на 75 байсных пунктов как минимум до пяти двадцати пяти сотых процента я думаю что возможно чисто теоретически это реально сделать за два последующих заседания февраль-март поэтому все мои последние прогнозы которые касались индекса доллара они были сделаны с упором на то что нам нужно подождать еще то как покажет себя проявить себя индекс доллара в первом квартале тысячи двадцать третьего года по итогам двух заседаний и я рассчитываю на то что все-таки повышение ключевой процентной ставки будет попутным ветром для индекса доллара и поможет ему вернуться если не к показателям максимальным которые мы видели в августе-сентябре то оказаться поближе к отметке 110 пунктов откуда этот инструмент можно будет продать что касается релиза non-farm pearls то ожидания в принципе неплохие 200 тысяч потенциально новых рабочих мест уровне безработицы 37 то есть тоже значение которое мы видели ранее но сейчас прогнозы очень быстро меняются и я допускаю что за сегодня-завтра они могут быть скорректированы и также друзья не забывайте что сейчас мы еще говорим о тонком низко ликвидном рынке потому что полноценно на трейдеры на него вернуться только лишь на следующей неделе поэтому на низко ликвидном рынке даже незначительных отчетов может оказаться достаточно чтобы спровоцировать резкую волатильность а мы говорим с вами о протоколах и нонфармах которые являются самыми значимыми фундаментальными событиями поэтому пристегиваем ремни это очень важно нужно контролировать риски следить за загрузкой депозитов но в отношении индекса доллара я по-прежнему оптимисты считаю что в ближайшей неделе или скажем так в рамках первого квартала мы увидим локальные максимум золото котируется сейчас на отметке 1840 долларов за тройскую унцию и мы фактически в одном маленьком шаге того чтобы этот актив добрался до той цели амбициозной которую мы поставили еще в конце прошлого года это 1850 долларов за тройскую унцию при таком росте как сейчас эта цель может быть сделана не в ближайшие торговые сессии а фактически через несколько часов уже или даже раньше рост золото опирается на индекс рыничных настроений расстановку силы ритейл трейдеров большинства и меньшинства толпа друзья примерно 83 процента трейдеров сейчас шортит этот актив и конечно же рынок идет по пути наименьшего сопротивления против толпы я думаю что эта тенденция сохранится какое-то время и она сохранится до тех пор пока не сработают стопы у большинство трейдеров и скорее всего они расположены даже выше 1850 долларов за тройскую унцию еще один индикатор который подчеркивает почему золото нужно на покупать это отчет от американской комиссии по торговле товарными фьючерсами cftc количество спекулятивных позиций растет уже 12 неделю на подряд сейчас общая совокупная позиция 136 тысяч контрактов еще чуть-чуть прирост на 15 тысяч контрактов что вполне реально за две недели и мы увидим совокупные лонг которые наблюдали тогда когда золото котировалась на отметке 1900 долларов за тройскую унцию поэтому есть куда расти ждем 1850 и надеюсь то что завтра у меня будет возможность всех вас друзья поздравить с выполненной задачей достигнутым целевым ориентиром рынок криптовалют 16700 я сторонник того что bitcoin дальше будет снижаться конечно же лагерь трейдеров сейчас делится на оптимистов и пессимистов оптимисты считают что рынок криптовалют вот-вот уже развернется я сторонник другого лагеря трейдеров которые полагают что рынок криптовалют продолжит и дальше снижаться есть новые компании бы которые подтверждают теорию срабатывания принципа домино это мидосинвестмент которые объявили о проблеме с оборотными средствами на 63 миллиона долларов это тоже компания криптовалютного сектора и тоже еще один отголосок раха биржи ftx сэм бэкман фрид конечно же представить перед судом признает мошенничестве денег это к сожалению инвесторам не поможет вернуть и сам факт банкротства биржи ftx это прецедент который станет причиной усиления регуляторного контроля надзорного со стороны регуляторов и сейчас binance уже находится под давлением со стороны властей сша которые пытаются уличить эту компанию мошеннических действиях нету никакого фундаментального фона позитивного разумеется на основании которого можно было бы сейчас рынок криптовалюта отдельные представители криптовалютного рынка выкупать думаю что минимумы новые уже последует в ближайшее время поэтому цель прежняя это теста поддержки 15000 за один bitcoin доллар иена уже отметил то что котировки 12991 то есть ниже наши долгосрочные цели 130 иен за доллар это еще не предел тем более что мы с вами ждем март-апрель смены руководства повышение ключевой процентной ставки впервые за 30 лет и дальнейшее развитие мощного укрепительного ралли для японской валюты этом собственно все друзья большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии всем пока